Приближается лето, с каждым днем становится все теплее, а это значит в разгаре сезон шашлыков. Но как сделать так, чтобы последствиями этих выходных стали лишь приятные воспоминания, а не штрафы за незаконный розжиг и проблемы со здоровьем? Давайте выясним. Где можно устроить пикник с костром или мангалом – вопрос важный. С 1 мая постановлением главы на всей территории Химок введен особый противопожарный режим. Это запрет на самостоятельное разведение костров в лесах, полях, у дорог. В противном случае вам грозит штраф до 4000 рублей. Чтобы поесть шашлык законно, необходимо найти специально оборудованные площадки. Основное, конечно же, должно быть обязательно огнетушители, очищенные от горючих материалов, чтобы не было вблизи никаких горючих материалов, сухостоя, травы и так далее. И, как я и сказал, должны находиться постоянно под присмотром. Сегодня есть три одобренные администрации территории, где можно готовить шашлыки без зазрения совести. Номер один – территория парк-отеля «Олимпийц». Здесь предоставят беседки с мангалом посреди леса стоимостью 700 рублей в час за дополнительную плату мяса и посуду. Площадка номер два – парк Толстого. Тут можно выкупить беседку на день за 5000 рублей на компанию до 10 человек. Рядом есть ресторан, который обеспечит всем необходимым. И третья легальная зона – на территории парк-отеля «Дома ученых». Стоимость беседки здесь также обойдется в 5000 рублей. Вот, собственно, мангал, фонтан, стулья, столы, зонты. При необходимости мы доставляем еще зонты, если это сильно жарко, большое солнышко, либо это дождь. Ну, то есть небольшое укрытие есть. В скором времени возможность пожарить шашлыки появится и в парке Подрезково, но после официального открытия 1 июня. Сейчас там готовят территорию в 600 квадратов. Беседки и мангалы есть. Оборудованные зоны для пикника можно найти в парках «Экоберег» на левом берегу и в Дубках, но там мангалы запрещены. Было принято решение самими посетителями, жителями не жарить шашлык на территории парка. Мы это приветствуем, конечно же, тоже, но этими домиками также можно воспользоваться для пикника. То есть взять с собой все необходимое, с семьей прийти, расположиться. Соответственно, мы исключаем везде распитие спиртных напитков и курение. С местом определились, осталось выбрать мясо для шашлыка. И помогать нам сегодня будет Хим Чанка и по совместительству шеф-повар Мария. Вообще, расскажите, часто ездите на шашлыки? Мы стараемся выбираться на шашлыки почаще. Для этого я самостоятельно хожу, выбираю мясо. Смотрю, что мне может предложить продавец, потому что люблю принимать участие в маринаде. Отлично, давайте попробуем что-то выбрать. Пойдемте. Вариантов приготовления шашлыка множество. Чаще всего мясо заранее маринуют, но ценители предпочитают обходиться без этого. Маринад, а точнее соль, забирает влагу, отчего шашлык будет менее сочным. Солить и посыпать специями предлагают уже после жарки. Хотите более диетический шашлык? Тогда выбираю мясо молодых животных с меньшим количеством жировых прослоек. Как правило, я выбираю мякоть свиную, то есть это шея, потому что она более вкусная, более мягкая. И главное, чтобы она не была сильно жирной. Юрий Цурканов – мясник в четвертом поколении. Секреты работы с мясом узнал еще от прадеда. Первое, что должно быть, это свежесть мяса. Свежее оно розовое, больше ничего не нужно. Если это лежит где-то на лотках, то есть не должна быть темная вода. Это первый признак того, что мясо свежее. Свежее мясо можно хранить в холодильнике не более двух-трех дней. Тогда оно будет не только вкусным и ароматным, но и безопасным для вашего здоровья. Мясо выбрано, самое время собирать друзей и отправляться на выходные. Ксения Брагина, Акроман Явлоев, Андрей Корнилов, Служба новостей.